68 дух зовется Белиал. Он могущественный и могучий король, появившийся сразу после Люцифера, появляется в облике двух прекрасных ангелов, сидящих на огненной колеснице. Он говорит приятным голосом и утверждает, что пал первым среди самых достойных ангелов, даже более достойных, чем Архангел Михаил и другие небесные ангелы. Иногда Белиал является как седой, очень высокий и крупный мужчина, облаченный в дорогие одежды. Белиал, он же Велиал, один из руководителей демонического мира, один из мощнейших инфернов. Он занимается гипнозом, а также высшей кабалой. Его сфера – все, что связано с силами и властью, обретением статуса сана. Также Белиала по праву считают духом познания, так как помимо исследований структуры мироздания и поведения живущих в нем, он сам любит ставить эксперименты, используя свои аватары. Имеются неподтвержденные сведения, что Белиал неоднократно воплощался и на физическом плане, но не в полную силу, чтобы получить некий физический опыт. Он один из самых информированных демонов, но своими знаниями делится крайне неохотно и очень ограниченно. Помимо этого он покровительствует магам и астрологам, политикам высокого полета, кардинальским чинам, жрецам, олигархам, магнатам, губернаторам и сенаторам. Верхушка любой организации, высшая власть, самые большие деньги – это его стезя. Может утопить любого политика при желании или наоборот возвести в любой чин того, кому будет благосклонен. Мало говорит, много слушает, соображает с такой скоростью, что может не прийти, просто просчитав в уме все, что вы можете ему сказать в любой вероятности. Вызывать нет смысла, если вам нечего ему предложить. Он берет в оборот только самые интересные таланты и необычные предложения. Если у вас есть яркая, интересная идея, которая может принести огромный успех и деньги, то можно попробовать. Белиал на иврите означает бесценности, достоинства. По-гречески он известен как Велиар. Среди определенных слоев евреев этот демон считался главным из всех бесов. В поздней Кабале Белиал упоминается наряду с Вильзевулом, архидемоном второго порядка. Согласно списку основателя современной демонологии Дуканти, Белиал – элементаль земли, выдающийся мастер дискуссий, делает человека мудрым, голос у него хриплый, любит принимать облик весьма красивого ангела, сидящего на огненной колеснице. Считается, что раньше Белиал был принцем ордена добродетелей. По христианским писаниям Бог создал Белиала для управления всеми темными сущностями. Демон выполнял приказы Господа, направленные на расправу с неугодными бесами. Поставив Белиала во главе темных сил, Бог изначально не вкладывал в него доброту и сострадание, чтобы тот мог без колебания расправиться над падшими ангелами, которые переступают границы дозволенного. В более древних христианских источниках говорится о том, что демон Велиал – это антихрист. Он – прямая противоположность Иисусу Христу. Они оба были созданы Богом и наделены способностями. Только в Христа были вложены милосердие и человеколюбие, а в демона – жестокость и коварство. По преданию, во время судного дня Иисус явится, приняв новый облик, а Велиал – в облике антихриста. Христос – обвинитель, а антихрист – обвиняемый. Иисуса ждет вечное царствие в мире людей, а Велиала – вечные муки и полное забвение. Прежде чем обращаться к этому демону, необходимо отдавать себе отчет в том, что душа взывающего никогда не попадет в рай. Испокон веков люди приносили жертвы своим богам, но в отличие от других идолов, которые любят кровь жертвенных животных, Велиал предпочитает драгоценные камни и металлы. В свое время перед его фигурой возвышались горы драгоценностей, а любой, кто пытался украсть хотя бы одно украшение, подвергался страшному проклятию, терял всех родных и близких и сам умирал в долгих муках. Дорогие друзья, подписчики и те, кто смотрит мой канал. Если вам нравятся выпуски или вы хотите помочь улучшить канал, оставляйте свои комментарии. Ставьте лайк или дизлайк. Спасибо за просмотр!